Извилистую тропинку или сонный луг, которыми Англия позже прославилась, вам пришлось бы еще поискать. Вместо них на многие мили вокруг расстилались земли пустынные и невозделанные, изредка перемежавшиеся нетронутыми тропами по скалистым горам или мрачным заволоченным пустошам. Дороги, оставшиеся от Римлян, к тому времени в основном либо превратились в сплошные колдовины, либо заросли травой, часто уводя в глухомань и там обрываясь. Над речками и болотами нависал ледяной туман, прекрасное убежище для огров, которые в те времена чувствовали себя в этих краях как дома. Люди, жившие по соседству, остается только догадываться, какое отчаяние заставило их поселиться в таких мрачных местах, наверняка боялись этих тварей, чье тяжелое дыхание раздавалось из хмаря задолго до появления их безобразных туловищ. Но чудовище потрясений не вызывали. Наткнуться на огра считалось делом вполне обыденным, так как в те времена было множество других поводов для волнения. Действия романа Кадзе и Сигура «Погребенный великан» происходят во времена постаревших рыцарей круглого стола. Писатель рисует альтернативное Средневековье, где живут драконы и рыцари, орки и огры, и где еще жива память о легендарном короле Артуре. Но несмотря на исторические декорации, несмотря на фэнтезийные толкиновские мотивы или средневековые легенды, которые использует Иссигура в своем произведении, роман кажется удивительно актуальным и для России, который переосмысляет эпоху СССР, и для всей послевоенной Европы. Это история о том, что память не всегда благо, и что иногда стоит избавляться от тех воспоминаний, которые будут в жажду мести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok